На неделе резко возник спрос на достоверную информацию. В социальных сетях и в телеграм-каналах распространяются фейки ситуации в белорусском приграничье. Небольшой ель с гнём в пятницу встречает всё тем же неспешным ритмом жизни, как и наровля накануне. А ещё чистыми улицами. Невооружённым взглядом видно, райцентр активно готовится к весне, тёплой погоде и долгим прогулкам. Мы сегодня вышли на прогулку. Всё спокойно, гуляем. Погодка позволяет, поэтому вышли в магазин. Всё тихо, спокойно, гуляем, как и дальше. Надеюсь, что так и будет дальше. В магазинах тоже всё хорошо, очередей особо нет. Можно спокойно прийти, купить, что нужно. Тихо, спокойно всё. Народ, как обычно, ходит в магазины, покупает себе продукты, приходят к нам в музей. Дети, школьники, взрослые, даже семьи приходят к нам. Я бы не сказала, что чем-то отличается жизнь вчера от жизни сегодня. У меня завтра у дочки день рождения. Я пришёл покупать ей подарок. Мы живём красиво. Что мы здесь плохого видим? По городским дорогам в пятницу днём ездят машины-такси, много легковых автомобилей. На местной автозаправке очередей тоже не видно. Топливо в наличии всех видов. Вопреки тем, кто с такой тщательностью постит фейки, в сети интернет, жизнь в приграничном Ельске идёт своим чередом.